Приветствую вас и вижу, вам много тут дали рекомендации от нас из-за того, как сообщить ребенку о том, что мама погибла. Мне бы хотелось для начала, прежде чем говорить о сути вашего вопроса, немножечко осветить вот какой момент. То есть, если я правильно понял из текста вашего сообщения, то вы некое третье лицо, которое хочет помочь отцу ребенка рассказать о том, что случилось. Если вы и есть отец, то тогда непонятно, почему вы говорите о себе в третьем лице. Может быть, вы стараетесь немножечко абстрагироваться от проблемы, показать ее как бы со стороны, но в действительности вы делаете этим только хуже, если вы отец. Если вы третье лицо, то тогда я бы рекомендовал вам для начала сформировать, сформулировать вопрос, точнее запрос у самого отца. То есть, если у него какая-то проблема в этом плане, если у него проблема сказать. Если есть проблема сказать, то в чем эта проблема заключается? И, наверное, самое главное это то, что что бы мы вам здесь не порекомендовали, что бы мы вам здесь не посоветовали, а когда вы будете говорить об этом отцу ребенка, все равно вы будете информацию подавать через себя. И это будет восприниматься в контексте ваших отношений с отцом ребенка. И это будет накладывать определенный опечаток. Поэтому я очень рекомендую вам, если проблема серьезная, все-таки не рассказывать самому что-то от всего ребенка, а лучше покажите ему все вот эти вот ответы на вопросы, которые вы задаете. Да, покажите все ему ответы, и чтобы сам отец прочитал их и выбрал бы лучше. Если вы делаете это без ведома родителям ребенка, то тогда все упирается в то, насколько доверительны между вами отношения, и будет ли отец ребенка вам благодарен за то, что вы вот так вот хотите помочь ему преодолеть этот достаточно сложный период в жизни. Если нет, если вы сомневаетесь, если у вас отношения не настолько доверительны, то тогда что бы вы ни сказали, а что бы вы ни сделали, все равно отец ребенка поступит по-своему. И в таком случае получается, что, что бы мы вам не посоветовали, что бы мы вам не порекомендовали, до отца ребенка это не дойдет. Если говорить по существу, то, знаете, перед тем, как административный вопрос, я ознакомился с ответами экспертов, которые решили помочь вам с этой проблемой. И условно говоря, можно разделить на несколько этапов, частей, на несколько видов этой ответы. Значит, кто-то рекомендует вам не говорить ребенку ничего вообще, то есть пока сказать ему, что мама там уехала, мамы там пока нет, и в общем не говорить ничего. Кто-то напротив утверждает, что нужно сказать сразу, и чем быстрее, чем искреннее, тем будет лучше. Дело в том, что нету здесь какого-то, знаете, универсального решения, потому что мы не знаем этого ребенка, а мы не знаем, что это зацеловек, какая у него психика, а как он вообще себя ведет. Мы даже не знаем, сколько ребенку лет вы этого не написали. И в зависимости от возраста, ведь имеются, как вы, наверное, уже догадались, определенные спецификации, определенные различия в возрасте ребенка, когда можно что-то говорить, когда нельзя что-то говорить и так далее. И очень мало информации вы написали. С другой стороны, вы пишете, что ваши люди, про которых вы рассказываете, кстати, увидели, что вы написали 5-летний ребенок, нашему ребенку 5 лет. Понимаете, если ребенок активный, если ребенок активный, если ребенок достаточно любопытно относится к окружающему миру, А если ребенок довольно коммуникабельным, если у него хорошо налажены способы и пути общения с другими людьми, с близкими, с родными и так далее, Если сам в себе ребенок достаточно спокойный, ну, это не значит, что он именно закрытый, это именно вот спокойный, Может там заниматься чем-то своим, да, и вообще ведет себя относительно адекватно, то есть нет никаких истерик и так далее, То в таком случае правильнее будет, если вы скажете правду. Потому что ребенок, ну, как человек, он достоин того, чтобы знать все как есть и чтобы не жить в иллюзии. Потому что обман, любой обман, это снижение доверия ребенка к родителям и к родным вообще, а вообще. Чтобы этого не было, чтобы таких моментов не было, в этом случае ребенок лучше рассказать все как есть. Но, если малыш, скажем, достаточно замкнут, если малыш склонен к истерикам, если малыш не уравновешен, нестабилен и вообще трудный достаточно, то в этом случае нельзя говорить о том, что в однозначно порядке можно ему рассказывать. Рассказывать, что произошло с его мамой, потому что это очень сильно может травмировать его психику, А за счет отсутствия контактов со взрослыми, не будет никакого пути по реализации, по выражению переживаний, которые у него будут в связи с этим. И в результате ребенок рискует остаться в одиночестве со своими переживаниями, которые потом могут перерасти в травму. И вот, чтобы этих моментов не случилось, я очень рекомендовал бы вам в этой ситуации действительно не говорить ему ничего пока. Сказать ему о том, что, ну, можно не говорить, что его мама уехала, он скажет, что мама просто очень плохо себя чувствует. То есть, лучше сказать полуправду, сказать, что мама себя плохо чувствует, что она болеет, к ней никого не пускает, она очень даже в тяжелом состоянии и видеть ее пока нельзя. То есть, уже, по сути, получается подготавливать ребенка к тому, что его мама с ним рядом не будет. И в этот момент, в это время вы активно работаете над тем, чтобы контакт с ребенком, хотя бы у кого-то из родителей, ну, например, отца, был более тесным и более полным, чтобы кому-то ребенок доверял полностью, чтобы с кем-то он чувствовал себя максимально свободно. И в этом случае, когда вот этот вот уровень контакта будет достигнут, вот тогда уже мощно и нужно даже скашать ребенку под правду, чтобы он мог выносить свои эмоции, он мог выносить свои переживания относительно этого. То есть, как вы видите, вопрос сказать правду ребенку или нет, он упирается в возможность выразить свои переживания, в возможности психики ребенка справиться с этой проблемой. И, конечно, ребенок в силу своего возраста, с ран и еще с таким тяжелым переживаниями справиться не способен. И вопрос упирается в то, насколько вы можете ему помочь, насколько у вас есть средства, средства для помощи, средства для поддержки маленького человека. Если эти средства есть, если пути общения налажены, то можно сказать, при условии наличия у ребенка относительно хотя бы стабильной психики. Если ребенок нестабильный, то здесь он налаживает контакт и говорит полуправду. Постепенно, постепенно подготавливаем малыша к тому, чтобы он отвыкал от мамы. То есть, мы будем знать, что она болеет, и он будет чувствовать, что ей реально нет, что к ней нельзя, видеть ее нельзя и так далее. У вас будет запасен достаточное время, чтобы, во-первых, научить ребенку 10 лет, а во-вторых, чтобы давать к ним как-то контакт. И в этом случае, при вот такой стратегии проведения, у вас получится определенный момент, когда вы подчеркиваете, что вы уже в доверительных отношениях с ребенком. Можно будет сказать ему правду, но при этом, если вы решите вот второй вариант использовать, если вам больше и больше подходит второй вариант, то здесь обязательно, в обязательном порядке нужно сделать такой акцент на том, что все, кто знают о том, что произошло, то есть гибель матери, все, кто знают, должны быть предупреждены, чтобы поддерживалась легенда того, что мама болеет. Так что, ребенок, скорее всего, будет спрашивать, и спрашивать будет не только у вас, то есть у отца, у самых близких, но и у кого-то еще. И если вы решите второй вариант, то тогда нужно, чтобы ребенок не узнал случайно правду от других людей, потому что это будет очень плохо. И для отца ребенка это будет плохо, и для самого малышка это будет тоже очень травматично и тяжело. Еще раз, перед тем, как закончить, хотел бы повторить вам вот что. В зависимости от того, кем вы являетесь для семьи ребенка, вам нужно определить и свой подход. Если вы являетесь отцом ребенка, то, пожалуйста, не абстрагируйте эту ситуацию, не пытайтесь снять с себя ответственности за нее, потому что, да, трагедия, да, понятно, очень тяжело переживать, то все. Тяжело сказать, безусловно, ребенку такую красную весть, тяжело сделать выбор. Но вы, как мужчина, это сделать должны. И кроме вас этого не сделает никто. А если сделает, то для ребенка это будет очень сильным ударом. Поэтому вам, чем быстрее вы примете реальность, чем быстрее вы примете реальное положение вещей, и, может быть, попросите помощь в адаптации к этой ситуации, может быть, вы попросите помощь именно в том, чтобы себя лучше чувствовать у нас. А тем быстрее вы разрешите эту ситуацию, и быстрее придете к какому-то выводу, к какому-то мнению, будете этому мнению поддерживаться, и тем самым максимально бережно отнесетесь к чувствам ребенка. Но на ваш вопрос вам придется ответить самостоятельно, кем бы вы ни были, потому что очень многое засоветит от личности самого ребенка. И пока вот этой информации не будет, нельзя давать какие-либо рекомендации. Надеюсь, что в твою мысль я смог донести наиболее понятно, максимально ясно, чтобы не опаздывать какие-то недоговоренности. Еще раз прошу прощения на то, что сразу не увидел возраст, люди обычно пишут цифры, вы написали буквами, и это не бросилось в глаза сразу. Вот. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...